Одним из первых вопросов на повестке комитета стало утверждение программы и плана организационно-технических мероприятий по реализации наказов. Из 1366 предложений в проект вошли 192 наказа, которые будут осуществляться до 2021 года. В рамках муниципальных программ, государственных, целевого финансирования из местного бюджета и в рамках муниципальных заданий бюджетным учреждениям. Из 192 наказов 182 – это сфера ЖКХ, 10 наказов – социальная сфера. Сумма финансирования всего по программе – 1,562,400,000. План организационно-технических мероприятий содержит 426 наказов. Эти наказы не требуют финансирования, либо финансируются за счет небюджетных средств. Поправки внесены в порядок определения размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий Бердска, подлежащий перечислению в бюджет города. Действующий порядок содержал коррупциогенные факторы и был приведен в соответствии с налоговым кодексом. Для определения размера части прибыли, независимо от режима налогообложения предприятия, прибыли признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов и величину налога, исчисленного в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации. Привели в соответствии с налоговым кодексом. Пункт 2, раздела 2 порядка. Размер части прибыли предприятий, подлежащий перечислению в бюджет города, устанавливается решением Совета депутатов о бюджете города Бердска на очередной финансовый год и плановый период. Тоже это конкретно прописали. Ежегодно вы принимаете этот размер. Сейчас он 20%. Помимо этого, депутаты рассмотрели порядок подготовки местных нормативов градостроительного проектирования, а также изменения в план приватизации муниципального имущества. Коснулись вопросы о создании на базе военного городка кадетского класса авиационной направленности. Члены комитета намерены обратиться в ЗАГС Собрание с вопросом о возможности финансирования. Всего на повестке было 12 вопросов. Все предложения были поддержаны.